Чемпионат мира по фехтованию Чемпионат мира по фехтованию В будущем году будет Чемпионат мира по плаванию По водным видам спорта Все это говорит о том Что здесь в Татарстане Огромное внимание уделяется Развитию спорта И Думаю что Неспроста В общем и в мире признана сейчас Всеми что Казань Стала одной из спортивных столиц мира Ну что касается с церемонией Конгресса фэрплей, я думаю, это чрезвычайно важное мероприятие, потому что олимпийское движение и олимпизм – это не только спортивные соревнования, но это еще и очень много вещей, связанных с развитием культуры, образования и честной игры. Вот фэрплей – одна из важнейших сторон олимпийского движения. Поэтому я считаю, что это чрезвычайно важно, что впервые такое мероприятие, как вручение наград международных фэрплей и конференция, посвященная этому, проходит в России. Олимпийский комитет России ежегодно такие награды вручает. То, что мы сегодня здесь можем, на своем комоде, приветствовать, я считаю, что это чрезвычайно важное событие. Ну и, конечно же, чемпионат мира по фехтованию, более 100 стран, 101 страна и огромная команда, практически все сильнейшие фехтовальщики мира. Те соревнования, которые уже начались, говорят, что это будет очень интересный чемпионат, безусловно, центральное событие этого года в фехтовальном мире. Я думаю, что это тоже замечательно, вызывает очень большую интерес. Какая есть идеология сегодня в мире, во всем мире, условия глобализации, чтобы могло объединить людей своим содержанием, красотой, достижениями. Ничто ведь не способен всех нас, со всей планеты, людей разных национальностей и профессиональных принадлежностей, вдруг посадить миллиарды народов перед телевизором. Ничто. Поэтому то, что вот вы здесь, журналисты, которые освещаете спорт, и в данном случае проходящий чемпионат мира, это вы делаете благородные дела, так сказать. Благородные дела. И то, что так совпало, значит, сегодня и Конгресс открылся, работает. Но я как человек всю жизнь у власти, долгие годы проработавший, мне понравился девиз сегодняшнего Конгресса. Это благородство и достижение. Я сидел и думал, надо бы вот этот девиз распространить на политиках, на глав всех государств, чтобы они достигали успехов через благородство. Цель, я должен вам сказать, очень трудновыполненная. Но к этому нужно стремиться. И то, что и юбилейный в этом году фехтование, и чемпионат мира по фехтованию проходит в нашей республике. Олег Ширбурганович, огромное спасибо. Огромное спасибо за понимание, за ту поддержку. И когда вы видели на нашей универсиаде, там в другом помещении было организовано, что возможности в республике есть, ну, как, говорится, присущие вам решительности, вы сказали, мы бы хотели действительно провести очередной чемпионат мира в нашей республике. Вот она сейчас происходит. Ну, вы знаете многие, хотя молодежи много, так и должно быть, в Татарстане прекрасные традиции по фехтованию. У нас олимпийские чемпионки своего времени, значит, вот, Найля Гелязова, Никонова и, да, под руководством Житлова, выдающегося тренера. Что значит фактор тренера, и тогда еще мы не были спортивной столицей Российской Федерации, неоднократно побеждали. Неоднократно побеждали. Так что вот эти традиции, они где-то возвращаются. Думаю, что мы надеемся и спортсмены нашей республики, в целом Российской Федерации будут по степени добиваться успехов. Надо уметь владеть всеми видами фехтования. Это необходимо. Это для самочувствующих, что ты можешь, ты точно попадаешь, реакция у тебя прекрасна. Я, может, не так говорю, но мне так кажется. А это важно, что так кажется. Почему? Потому что все зависит от того, как человек думает, как настроен, оттуда его и успех. Спасибо, что приехали. Если кто-то обижается, скажите. Если какие-то условия вас не устраивают, тоже скажите. Для того, чтобы мы еще лучше принимали гости успехов и удачи спортсменам его. А хватит. Спасибо большое. От имени Международной Федерации фехтования я, конечно, хотел бы вас всех поприветствовать здесь. Для нас чемпионат мира – это ежегодное основное событие в жизни нашей федерации. И, естественно, нам очень важно проверить правильность пути, по которому развивается наш спорт и наметить те новые задачи по результатам каждого чемпионата мира, которые следует на этом пути улучшить, ускорить или же даже иногда бывает исправить. Что касается места проведения, то я могу сказать только одно, что это одно еще из многих доказательств того системного подхода к развитию спорта в республике Катарстан. То есть не просто строительство спортивных объектов, не просто новые технологии, использованные на спортивных аренах, а еще и предоставление их для лучших спортсменов мира во всех возможных видах спорта. И для нас это большая честь, что мы первыми открываем этот цикл, когда на площадках, где лучшие студенты мира соревновались за медаль, наши фехтовальщики вступили в бой за победу на чемпионате мира. Что касается статистики, связанной с сегодняшним чемпионатом мира, то отрадно, что мы действительно впервые перевалили за количество 100 полноценно участвующих в сборных команд на этом чемпионате. Для сравнения, в 2007 году в России тоже проходил чемпионат мира и там участвовали 80-х. И количество спортсменов действительно значительно увеличилось. Мы не закрываем глаза на те проблемы, которые стоят перед нашим видом спорта, а они у нас прежде всего связаны с тем, что наш вид спорта претерпел большое технологическое развитие, что делает иногда не совсем зрительно доступным его для понимания и восприятия. Вот над этим мы в первую очередь работаем и плоды этого уже налицо. Например, Евроспорт посвятит нашему чемпионату мира 15 часов трансляции. Это тоже большой успех для нашей федерации. Я надеюсь, что этот чемпионат пройдет на том высочайшем уровне, на котором Казань готовит каждое мероприятие. И мы должны будем соответствовать. Бои на нашем чемпионате должны быть захватывающими, а победители должны быть сильнейшими. Спасибо за внимание. Всем вам. Пожалуйста, если есть вопросы, я к вашему слову. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... в Конгресс и в Соломонии в Казань, я очень рад, потому что мы можем организовать все вместе с фенцем. У меня мама и папа. Моя мама в фенцем, мой папа в фенцем. В Казань мы были в Казань. И я хочу сказать, что из моего восприятия, фенцем, русские, флориатисты, русские люди, каждый раз это было корректно. С Данович, Сисеньки, свечи, и другие люди. И я очень рад, что представили и организовали очень хорошие конгрессы сегодня. И Казань это не только для спортсмена, но и для спортсмена, а также для спортсмена. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Казань 2014 это шестой последовательный чемпионат мира по фенцем в городе Европе. В следующем году чемпионат мира тоже прошел в Европе, в Москве. Беспособен в личине, что в мире недостаточно стран, которые хотели бы принять в себя это мероприятие столь высокого уровня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это право организовать чемпионаты мира. У нас в федерации этого нет, и поэтому все чемпионаты мира у нас избираются на Конгресс. Например, вот, в 2015 год претендовали Соединенные Штаты Америки – две федерации и Россий. А вот в 2014 году федерация, которая тоже выиграла звание организатора, она оказалась в трудном положении по ее организации. Я вот тогда обратился, пользуясь своей дружбой к руководству Татарстана, и они по-братски нам помогли. Вы все видите результаты. Что касается того, что это беспокоит, да, беспокоит. В первую очередь это беспокоит, потому что страны, которые стали регулярно побеждать на чемпионатах мира и олимпийских играх, такие азиатские гиганты, как Корея, Китай и Япония, пока еще не выставляются. Но насколько я слышал, что на 17-й год уже хочет выставляться Татар и Китай. Это первое. Что касается расширения географии нашего вида спорта, то он налицо. Членами федерации у нас является 149 федераций. Естественно, часть из них, процентов 20, это очень мелкие федерации, в которых это только зачаточный, так сказать, этап развития нашего вида спорта. Но за то время, как вот нынешний исполком работает, и нынешнее руководство федерации, так сказать, занимается развитием нашего вида спорта, мы значительно расширили наше присутствие в Африке и в Латинской Америке. Это я могу, как говорится, в качестве отчета сказать. Больше нас волнует другое, что, в принципе, организация чемпионатов мира в таких видах спорта, где разыгрывается много дисциплин, становится тяжелым временем финансовым. И вот здесь вот важно, как говорится, чтобы не допустить того, чтобы эти соревнования срывались, и одновременно, естественно, сохранить принцип универсальности по географическим признакам. Вот над этим мы сейчас работаем. Спасибо. Это так называемый редкий случай конфликта интересов между конфедеративными организациями Олимпийского комитета и федерациями международными. Значит, Москва это право завоевала на Конгрессе, за него проголосовало подавляющее большинство федераций. Сроки наших чемпионатов, они всегда ограничены сроком месяц туда или месяц минус. И так получилось, что, исходя из возможного варианта проведения чемпионата мира в Москве на достойной арене в Олимпийском, значит, возможно только лишь в определенный период, и плюс, к чести Татарстана, в июле будет еще второй чемпионат мира в России проходить по водным видам спорта. В одно время два чемпионата мира нельзя проводить в одной стране. Это запрещено. В связи с этим мы не можем перенести на длительный срок чемпионат мира, так как президент Панамериканского Олимпийского комитета Васкис ранее меня просил это сделать. Значит, мы пошли на встречу, чтобы перенести где-то, по-моему, на 15 дней. И плюс мы поменяем очередность видов спорта, чтобы те, кто уже выступили на Панамериканских, могли уже готовиться к чемпионату, и был перерыв недели в две. А последние спокойно приехали бы через неделю, когда уже первая половина чемпионата нашего пройдет. Это все, что мы смогли сделать, потому что мы ни в коем случае не хотим уменьшать или ослаблять программу конфедеративных игр, то есть континентальных игр. Однако есть и другие, например, европейские игры. Там вообще непонятно. Есть первенство Европы, а еще проводят европейские игры. Либо надо тогда первенство Европы отменять, либо европейские игры называть чемпионатом Европы. Поэтому в данном случае это рабочие моменты, которые должны решаться на основе уставов федераций и олимпийских комитетов. Мы ничего не нарушаем. Мы делаем все в рамках наших полномочий. Спасибо. Разве нет? Ну, я тогда удивлен. Врачи газеты называются «Талант». Рурнал. Вот так вот, если человек часто талантлив в спорте, он этому таланту посвящает первую часть своей жизни и иногда мало что умеет другое. Такое бывает, когда этот спорт вышел в достижении. И в Олимпийском комитете рабочая группа совместно с нашей федерацией и другими федерациями, мы там выступаем как зачинщики, занялась разработкой программы занятости параметров высших достижений, которые заканчивают свою спортивную карьеру. Для этого мы сделали эндаумент, деньги и средства от которого будут тратиться на то, чтобы обеспечивать обучение специальное, либо подготовка к тренерской работе, либо реабилитация в случаях, когда человек не может долго себя найти, или же даже простое медицинское лечение, которое требует часто карьеры спортсмена. Вот эти все нюансы, которые возникают у человека, который достигает огромных успехов в спорте, но вдруг оказывается неудел в жизни после спорта, являются предметом нашего интереса и озабоченности, и в первую очередь заботы. Вот это, я считаю, что очень важное дело для Олимпийского комитета. Президент Олимпийского комитета это одобряет, всегда нас поддерживает в этом. И господин Дюби, по-моему, курировал, да, этот вопрос? Да. Зам генерального директора Олимпийского комитета. И мы в этом участвуем активно. Для этого, например, в рамках нашей международной федерации, вот здесь господин Гойтер сидит у нас, член нашего исполкома, который возглавляет комитет по работе с ветеранами. У нас создан эндаумент в размере 10 миллионов долларов. И все эти деньги тратятся на реабилитацию и помощь ветеранам фехтовального мира. В России у нас возглавляет этот эндаум. Он примерно такой же по объему для ветеранов российского фехтования. Господин президент Федерации России. И кто еще? Ракита Мартина. То есть это у нас такая комплексная программа, потому что мы считаем, что великие спортсмены заслуживают того, чтобы за них бороться, помогать и заботиться. Я думаю, это хорошая задача. Это просто у нас был такой эксперимент. На самом деле фехтование в определенном историческом отрезке было предметом, когда в кадетских корпусах, где училась большинство образованной части нашего общества, была одной из основных дисциплин. Мы думаем, что в детстве мальчикам, да и уже и девочкам с лимонизацией нашего общества, значит, единоборство это всегда будет привлекательно. И попробовать это, во всяком случае, в наше время в спортивных секциях тренировались прямо на спортивных залах школ. Ну, было секции, которые находились из границей школ образовательных. А потом уже люди уходили в школе спортивного мастерства. Я считаю, что это будет хорошая почина. Если он получится. Вот я забыл девушке ответить по поводу медийной зрелищности, фехтованию, то я вам могу сказать, что вот наши попытки это сделать были ясно проявлены в Лондоне и в Будапеште. Вот в Лондоне, значит, на соревнованиях по фехтованию ежедневно ходило 8 тысяч человек в зал. Вот. И по телевидению смотрело 100 миллионов человек. Это рекорд. Он увеличил зрительскую аудиторию в 2,8 раза по сравнению с 5 миллионов долларов. За счет чего? За счет того, что организаторы и наши работники федерации, отвечающие за этот сектор, значит, сделали много работы, которая дала возможность, вот, например, там, та же самая технология съемок была совершенно иной, когда каждый укол расшифровывался. Вот. То есть люди видели, то есть как, кто кому нанес удар. И это, я так понимаю, приближает нас к так называемому медийному восприятию со знаком плюс по отношению к другу. Это первые шаги. Вот. Сегодня у нас две рабочие группы, которые одна работает по разработке новых правил, а вторая вот именно над увеличением зрелищности и привлекательности на древескоп. Хотя эта задача очень сложная. Спасибо. Спасибо. Это каждый год, мы deserve an award, фэрпэй трофей в различных категориях. Актив фэрпэй, альфа-фэрпэй, 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 и последний год, это первый раз для молодых людей от 20 лет. И это еще в Казан, мы имеем в другую категорию. Категорию для людей есть возможность для помощи для спорт. Для молодых людей и для каритатива, и для тех, В этом году мы решили эту новую категорию победу для президента Республики Татарстан. Митинер Шамиер, он очень женится для «спирит» на первый день, и президент организации, например, он начался в университете. Это один из лучших университетов, который я знаю, мой связь. И второй, Алишер Узманов, он помогает, поддерживает различные программы для здоровья, для молодых людей, для спортсменов, для спортсменов. Я единственное забыл, да, я забыл сказать вот еще что, что у нас, на чемпионат мира, с первого дня моего президентства, впервые в нашем виде спорта устанавливаются призовые фонды. Вот призовой фонд этого чемпионата мира свыше миллиона долларов. Так что есть спортсмены, за что побороться тоже, в этом смысле. Вот. И это у нас становится традиционным связанным. Спасибо большое. Спасибо всем участникам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok